На той неделе была дикая паника у людей. Мы в масле подсолнечном резко все стали нуждаться, в соли, в макаронах, в крупах. Люди беспокойны тем, что все, что подается к столу, привычное человеком, что это закончится. Но мы успокаивали наших покупателей, разговаривали с ними, чтобы они не пугались, что дефицита не будет. Единственное, что может быть, это, допустим, определенные марки. На сегодняшний день в нашем магазине более 8 видов крупы гречка. И если закончится, допустим, один вид, то будет 100% другой вид. Совсем товар не закончится. Мыло Сейнгард антибактериальное стало популярным. Туалетная бумага, рис, гречка, соль, сода, чистящие средства для дезинфекции пола дома, влажной уборки, вода. Ну и все, в принципе. На сегодняшний день ведутся переговоры с поставщиками о том, когда они закупят. И все временно, чтобы они были доставлены, как только появятся поставщиков, и они сразу попадут в нашу сеть. Постоянный контроль, группа аналитиков ведет ежедневные переговоры по этим вопросам. Я думаю, что на следующей неделе что-то появится. Но эта проблема не только в нашей сети. Я также выезжаю с мониторингом на другие сети и вижу, что эта проблема не только у нас. Ни в одной сети нет антисептиков, ни в аптеках, нигде. То бишь, это всеобщая проблема всего города. Это дело не в магазине. Каждое утро мы разбудим дез раствор. Приблизительно где-то 40-50 литров выходит на день. Каждый день у нас есть раствор. Полтора-два часа идет. У каждого сотрудника нашего магазина идет обработка своего рабочего места прежде всего. И плюс технический персонал у нас обрабатывает поручни, тележки, ручки, пол и тому подобное. То есть полтора-два часа. Через каждую полтора-два часа у нас маски, масочный режим обязательно, перчатки. Все у нас поставляется с нашего офиса каждый день. Маски, перчатки бесперебойно. Физроствор бесперебойно. Все у нас хорошо. Первая необходимость – молоко, хлеб, крупы, масла растительные. Все бесперебойно, каждый день. Сегодня заявка, завтра вывоз. Как обычно, ничего такого. Запасы есть. Запасы есть на несколько дней. Даны рекомендации в случае выявления повышенной температуры у продавцов отправлять их на больничный. Вызывать на дом обязательно врача, чтобы выявлять причины и так далее. Никого не заражать, чтобы все приходили на работу здоровыми. Кроме того, Минпромторгам даны были такие рекомендации, чтобы торговые организации просматривали на предмет того, чтобы не допускать скопления людей. И там, где такое скопление случается, необходимо озвучивать информацию о том, что расстояние между посетителями должно быть метр и более. Но с учетом того, что у нас покупатели ходят с тележками, это расстояние выдерживается.